Царственная краса России, озеро Байкал, вошла в список всемирного природного наследия в 1996 году. А почитают и уважают Байкал с незапамятных времен. Вот как от имени бурятского народа говорит в своих стихах поэт Домба Зодбич Жолсараев. «Гостеприимен мой народ отважный, и гостю он знаком или незнаком, повсюду, где горит огонь очажный, мы преподносим чашу с молоком. Природа повторила сущность нашу, исполнена душевного тепла, она с живой водой большую чашу Байкал, семье людской, преподнесла». По правилам ЮНЕСКО, объект должен иметь хотя бы один из четырех признаков, которые позволяют ему войти в список всемирного наследия. Наш Байкал имеет все четыре. Из тысяч природных объектов, которые есть в списке, чуть больше десятка обладают такой великолепной четверкой. Какие же это признаки? Первый признак состоит в том, что озеро Байкал — самое древнее и самое глубокое озеро на Земле. Из его глубин все еще выходят горячие потоки. Это действуют те мощные подземные силы, благодаря которым когда-то образовался уникальный водоем. Вода в нем удивительно чистая, и запасы ее составляют пятую часть всей пресной воды на планете. Второй признак — в озере живут такие растения и животные, которых нет больше нигде на Земле. Поэтому на Байкале можно изучать то, как в течение длительного времени происходили изменения в облике и образе жизни живых существ. Это замечательная лаборатория для ученых, и создана она самой природой. Третий признак может самостоятельно обнаружить не только ученый, а каждый, кто видит Байкал. Его окружают дивной красоты горные массивы, а вступает тайга. Нетронутые северные хвойные леса украшают живописные острова. Более трехсот рек и речушек приносят воду в это озеро. Среди них самая полноводная — река Селинга, которая берет начало в Монголии, соседней с Россией стране. А вытекает из Байкала только одна река. Это красавица Ангара. Озеро и окружающие его леса отличаются разнообразием животных и растений. Таких мест на Земле осталось немного. Десять видов растений занесены в Красную книгу Международного союза охраны природы. А в лесах растут все виды северных хвойных деревьев — ель, пихта, сибирская кедровая сосна, сибирский кедр. Лиственницы — даурская и сибирская, сосна обыкновенная. Байкала — это неистощимый источник кислорода и углерода, необходимый для всего живого на Земле. Богатство природы и есть четвертый признак Байкала как всемирного сокровища. Много тайн сокрыто в глубинах Байкала. И три года ученые исследовали озеро с помощью глубоководных аппаратов «Мир-1» и «Мир-2». Они погружались в толщу вод и на дно озера, брали пробы воды и грунта. В 2009 году за работой ученых на борту аппаратов наблюдали семь школьников из Иркутска и Бурятии. Такой замечательной экскурсии удостоились победители Олимпиады по Байкаловедению. А мы можем увидеть фильмы о работе экспедиций в сети интернет. Работа ученых очень важна. Именно они обнаружили опасные для Байкала вещества во время погружения в районе целлюлозно-бумажного комбината, который сбрасывает сточные воды в озеро. Реки, текущие в Байкал, тоже несут с собой губительные загрязнения. Это очень опасно для жизни всех обитателей уникального водоема. Однако промышленные предприятия загрязняют не только воду, но и воздух. От этого сохнут леса в окрестностях Байкала. Экологические проблемы создают не только промышленные предприятия, но и отдельные люди. Вредят природе Байкала браконьеры, которые незаконно ловят рыбу, охотятся на нерпу. К сожалению, встречаются и туристы, которые не соблюдают правила ответственного туризма. Оставляют мусор, без нужды жгут костры, нарушают природу горных лесов. Многие добровольцы, взрослые и дети принимают участие в различных экологических акциях по защите озера. Так, например, в сентябре 2012 года прошла акция под названием «360 минут ради Байкала». 420 волонтеров убирали мусор в четырех точках на побережье озера в Иркутской области и Республике Бурятия. А еще по всей России проводятся выставки фотографий за чистое будущее Байкала. Защитить Байкал — долг каждого культурного человека.